Дорогие друзья, здравствуйте! С вами передача «Диалог» и ведущий Евгений Монархович. Гость нашей студии, главный тренер футбольного клуба «Славия Мозырь» Михаил Алексеевич Мартинович. Человек нет нужды футбольному болельщику представлять, но все же. Михаил Алексеевич, здравствуйте! Добрый вечер! Михаил Алексеевич, мы знаем о вашем футбольном пути, мы знаем о начале вашей тренингской работы и сразу начнем с того момента, когда вы получили приглашение на должность главного тренера футбольного клуба «Славия Мозырь». Насколько это было неожиданно, насколько это было приятно, насколько это было ожидаемо вами? Ну, конечно, это было неожиданно. Не то, что неожиданно, это было даже и приятно, и неожиданно в том плане, что такая доверенность в моем лице возглавить клуб и привести его к каким-то там целям, задачам, то есть привести его к победам на сегодняшний сезон. Поэтому очень благодарен руководству, что оказали мне такое доверие, с которым мы, наверное, нашим тренерским штабом и футболистами, наверное, с успехом справились. Сейчас, дорогие друзья, мы посмотрим первый сюжет, который будет в нашей передаче. Это сюжет о начале футбольного сезона, который предварял чемпионат Республики Беларусь в первой лиге сезон 2018 года. Первый матч сезона – святой день для каждого уважающего себя футбольного болельщика. И стадион «Юность», на котором Славия Мозырь проводила первый матч чемпионата Республики Беларусь 2018 года, заполнялся задолго до стартового свистка судей. Конечно, пока не полностью заполняются 5000 трибуны юности, но это пока, а около 2000 болельщиков, что пришли 7 апреля на матч Славии Мозырь с командой «Чисть», доказательства, любви к футболу в столице Полесе и популярности нашей главной профессиональной команды, которая в сезоне 2018 года будет играть в первой лиге. Но нынешний сезон, будем надеяться, станет лишь некоторым отступлением от элитных позиций республиканского клубного футбола и своего рода разгоном для штурма престижных спортивных высот. Сезон мы ждем побед, самое главное, и возвращение в высшую лигу. Ну да, немного расстроилось, что команда покинула высшую лигу, что был отрыв приличный от команды, но не получилось. Болельщики – важная составляющая как игры, так и успеха команды. В нашем случае Славия Мозырь – команда нашей надежды, команда нашей мечты. Ну конечно, болельщики – это же 12-й группе команды. Мы постоянно будем ходить на футбол и будем болеть за команды. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня гость нашей передачи «Диалог» Михаил Алексеевич Мартинович, главный тренер футбольного клуба «Славия Мозырь». Михаил Алексеевич, вот начало сезона, ожидания болельщиков. Ну для болельщиков сезон, наверное, начинается с чемпионата, но для вас, тренеров, с прессезонной подготовки. Насколько качественно на баллах сезон 2017 года? Места сборов, условия проведения, все ли вас удовлетворило? Да, подготовка к чемпионату начинается со сборов, это понятно, поэтому делалось определенное планирование, где, как и когда мы будем проходить эти сборы. Это изначально было запланировано на бумаге, потом уже с руководителями обсуждали финансовую составляющую, то есть можем мы себе это позволить, не можем мы себе этого позволить. Ну и огромная благодарность, конечно, в этом плане руководству, что они практически выполнили то, что я задумывал по предсезонным сборам. Вообще, насколько важна эта предсезонная подготовка? Мы часто говорим о ней, но вот со стороны специалиста, объясните по возможности доступным языком, для чего она нужна футболисту и действительно ли это тот фундамент, который может привести к будущим успехам? Ну, вы сами сказали, что в первую очередь, да, это залаживается фундамент всего сезона практически. Как мы поработаем на сборах, так команда будет выглядеть и действовать уже непосредственно в сезоне. Поэтому еще раз хочется сказать слова благодарности за то, что качественно провели сборы. Мы, вы знаете, участвовали в сборах, это в основном были пинские сборы, там, где есть крытый манеж, где идеальные условия для того, чтобы зимой тренироваться. Не на льду, не на снегу, а именно вот на искусственном газоне, но под накрытием. Поэтому, ну, очень важный, очень важный компонент при проведении этих вот, при подготовке к соревнованиям. Дорогие друзья, напоминаю, что можно задавать вопросы, телефоны, номера телефонов на ваших экранах. Но мы продолжим беседу с главным тренером футбольного клуба «Славя и Мозырь» Михаилом Алексеевичем Мартиновичем. Михаил Алексеевич, хорошая была предсезонная подготовка, начался сезон, вот первый матч. Много болельщиков, высокие ожидания и честь. Вроде бы соперник не из элиты, однако 1-1, причем, чтобы вы могли едва-едва не уступить. Не было бы после этого матча волнения, все ли я делаю правильно, все ли делает наша команда хорошо, верно ли подготовились? Знаете, когда мы проходили сборы, когда мы играли товарищеские матчи на этих сборах, и видя, как действует команда, как она играет, с какой уверенностью она играет, то есть было, ну, такое, наверное, чувство уверенности, что мы удачно стартадем, по крайней мере, начнем чемпионат. И поэтому, когда случилась такая осечка в игре с чистю, где владея, ну, наверное, всем преимуществами, территориальными, по голевым моментам, бывает такое, что в футболе мяч в ворота не лезет, да. И на 82-й минуте, когда мы пропускаем гол при подавляющем преимуществе, да, и такое, не то что паническое состояние, ну, что это происходит, не мог понять. Правда, потом достаточно быстро сравняли, еще имели ряд возможностей, чтобы вырвать даже победу. Но, к сожалению, игра закончилась, а может быть, к счастью даже для нас, закончилась 1-1. Но какой-то паники, что мы делаем что-то не так, абсолютно нет, это была просто, наверное, проверка на прочность, наверное. Футбол, по Мартиновичу, что это? У каждого тренера своя система, но, все же, наверное, у вас есть своя какая-то концепция. И вы старались, чтобы игроки играли так, как хотели вы, либо, исходя из возможностей футболистов, вы строили свою игру, возможно, здесь был какой-то баланс, как поступали? Ну, в любом случае, тренер всегда подыскивает и футболистов, да, под свою модель игры, под свое видение, под свои принципы игры. Поэтому, ну, наверное, мой футбол, это все-таки больше средний короткий пас, ну, понятно, с контролем мяча, с продвижением вперед. Это и прострелы с флангов в штрафную площадь, это и проникающие передачи. То есть, ну, достаточно быстрый футбол с хорошим контролем мяча. Вообще, насколько важно было сохранить костяк той команды, которая была в прошлом году. И напомню нашим телезрителям, что в концовке 2017 года Михаил Алексеевич уже был, по сути дела, главным тренером Слави Мозырь. Он исполнял обязанности. Вы знали возможности игроков и, наверное, поверили в них? Либо получилось раскрыть потенциал выше некоторых игроков, которые в прошлом году играли хуже, чем сейчас? Ну, вот поэтому и была уверенность, да, за ту неделю в конце прошлого сезона, за тот промежуток времени, который мне удалось поработать именно в лице исполняющего обязанности, главного тренера этой команды, я увидел, что ребята на самом деле достаточно высокого, так скажем, исполнительского мастерства, с которыми можно действительно решать хорошие, высокие задачи. Поэтому важно, очень важно было сохранить костяк именно той команды, да. Мы с каждым отдельно разговаривали, с глазу на глаз, то есть мы говорили, чего мы ждем от будущего сезона. И вот там действительно было видно, кто заинтересован, да, двигаться дальше и выполнять задачи, у кого были какие-то сомнения. Поэтому те люди, которые сохранились после прошлогоднего сезона, они вот с уверенностью входили в этот сезон и мне добавляли уверенности в том, что мы сделаем то, к чему мы шли все вместе. Думаю, что основная аудитория нашей передачи сегодня – это искушенные футбольные болельщики. Но для зрителей, которые, быть может, впервые познакомились с футболом с помощью сегодняшней передачи «Диалог», поясню, что Славе Мозрь, к сожалению, после сезона 2017 года опустилась в первый эшелон белорусского клубного футбола. И задачей Славе Мозрь было возвращение в элиту белорусского футбола, что мы уже знаем удалось, но очень непрост был этот путь. Михаил Алексеевич, первая лига, ее особенности, ее шарм, ее трудности какие? Ну, наверное, никому, ни для кого, вернее, не секрет, что первая лига, конечно, она менее мастеровита по сравнению с высшей лигой, менее, наверное, высокие скорости, чем в высшей лиге, но, по крайней мере, неуступчивость, жажда борьбы, силовая борьба. И, ну, все вкупе эти вот, все эти нюансы, оно присутствует. Опять-таки же, ну, наверное, это минус, и большой минус – это, конечно, поля. Потому что команда, которая проповедует футбол, ну, как вот мы старались, да, с контролем мяча, это тяжело делать на полях, которые очень низкого качества. Поэтому, наверное, и зрелищность от этого теряется. А так, достаточно ровный турнир с хорошими самобытными командами, ну, которые показывали на протяжении сезона, что где-то можно и потерять очки, где не запланировано, да, а где-то, ну, наоборот, ошибки обрести. Мы заговорили о полях. Поле нашего родного стадиона «Юность» удовлетворяло ли оно славе Мозырь? Довольны ли вы были им в течение этого сезона? Да, здесь вот хочется сказать слова благодарности работникам стадиона, да, которые в достаточно хорошем качестве держали этот наш стадион любимый. Для наших футболистов это вообще было отдушено, как и для команд приезжих. Потому что с теми тренерами, с которыми мы общались, когда к нам приезжали в гости, ну, все отмечали, что у нас, по крайней мере, по первой лиге, это лучший газон, лучший стадион в первой лиге. Всем было очень приятно чувствовать эту атмосферу и качество газона. Славия Мозырь изначально считалась одним из фаворитов первой лиги, и команды на нее, как нам кажется, настраивались по-особому. Михаил Алексеевич, в этой связи не сложно ли было и не обидно ли было, что те же конкуренты, но практически не теряли очков в матче со средничками, с аутсайдерами первой лиги, а против вас каждый выходил как на последний бой? Знаете, мы еще в предсезонных сборах, когда тренировались, готовились в сезон, но я, ребята, тогда уже настраивал, что на нас будет настраиваться любая команда. Мы будем очень приличным раздражителем для любого соперника, что, в принципе, и подтвердил сезон. Поэтому, когда, вот вы говорите, обидно, не обидно, что мы теряли очки, а наши конкуренты нет, ну, в большей степени, наверное, мы были виноваты сами. Попав в такой, может быть, голевой кризис, когда мы при создании очень много моментов мало забивали, да, отсюда была потеря очей. А когда уже вот разыгрались, когда уже почувствовали уверенность, когда где-то какие-то психологические оковы эти были сняты, мы сами видели, как заиграла команда, это и обилие голевых моментов с обилием забитых мячей. Да, Славья Мозда действительно играла хорошо, но был момент в начале сезона, когда и в турнир таблицы были на первых ролях, но игра не всегда, вернее, результат удовлетворяла вас. Здесь чувствовались давления болельщиков, насколько было сложно и поддержка руководства клуба. Была ли она ощутима и насколько это важно, чтобы все работали в едином кулаке, как футбольная команда, тренерский, административный штаб, руководство команды? Ну, здесь начнем с того, что игра команды меня удовлетворяла, мне удовлетворял результат на тот момент, да, мы сыграли подряд две ничьи, где наши прямые конкуренты в то время уже ковали, так скажем, победы, и достаточно уже большой отрыв был. Недовольство болельщиков на тот момент, наверное, можно было понять, в принципе, я по большому счету на этом сильно не зацикливался, у меня, ну, мы здесь все люди, да, здесь современный мир, то есть наши футболисты читают в соцсети, где-то было неприятно, при этом даже где-то, наверное, сыграло еще и положительную роль, на что было надавить, чтобы доказать, ну, скажем, самим себе в первую очередь, опять-таки же нашим болельщикам, что они где-то были неправы. Поэтому этот кризис был пройден, и огромное спасибо руководству нашему, что не делал никаких поспешных выводов, не было абсолютно никакого давления, то есть они видели качество игры команды, а не наоборот, где-то были слова поддержки, слова, ну, поддержки в большей степени, да, что давайте, давайте, вы на правильном пути, что по большому счету окрыляло, и результат налицо. Футбольная команда, большой коллектив, это и сами игроки, и тренеры. Насколько сложно поддерживать атмосферу доброжелательности, чемпионскую, что ли, и удалось ли это Славе и Мозырь? Были ли вы командой в полном смысле этого слова в этом году? Ну, знаете, достаточно много учусь в последнее время, мало того, что закончил категорию, понятно, это БА, в этом году уже закончил категорию ПРО, которая вмещала в себя поездки, на стажировки в другие страны, скажем, Франция, Швейцария, общение со специалистами, ну, уже такого мирового масштаба, можно сказать, да, тренерами. И, что интересно, каждый из них везде отмечает, что самое главное – это атмосфера в раздевалке. Самое главное – это атмосфера в раздевалке. То есть создать тот коллектив, который будет, ну, гореть, то есть, скажем, огнем, чтобы выполнять те цели, задачи, которые поставлены. Я думаю, что в этом году мы подобрали, ну, оптимальное сочетание, потому что ребята, даже когда был такой, там, скажем, игровой кризис, небольшой именно по набору очков, никто не опускал руки, все стихнули зубы, продолжали усердно работать на тренировках. Опять-таки же, атмосфера в раздевалке – это смех, улыбки, это, когда работа, это предельная сосредоточенность. Все, ну, вот в этом все, наверное, и есть залог успеха. А в игровом сезоне в чемпионате была пауза, и к этой паузе вы подошли в великое ритмостояние, результат – игра, после паузы опять был некоторый спад. Что это? Немножко потеряли игровой тонус, не тигры, и насколько сложно было в очередной раз выходить из этой, ну, пусть небольшой, но все-таки ямы? Ну, наверное, я уже повторюсь, да, что турнир первой лиги в этом году был создан достаточно удобно для тренера в первую очередь. Это недельный микроцикл, да, где ты готовишь команду непосредственно уже под игру. Не надо шарахаться, там, 3 на 4 день играть, либо там еще такие паузы, связанные с играми сборной, там, молодежной, национальной, неважно. То есть ровный чемпионат, который проходит в недельном микроцикле. Пауза, связанная с перерывом, да, между кругами, она, я бы не сказал, чтобы она там нас где-то расхолодила, либо не пошла на пользу. Нет, наоборот, мы убрали те, наверное, моменты конспекта игры, которые нам не доставало. Опять же, после первого круга, насколько я помню, да, у нас были ничейные результаты, пошли, но опять-таки при хорошей, добротной игре мы теряли очки на ровном месте. Но это не говорит о том, что мы неправильно работали. Кнули свою линию, добились того, чего хотели, по большому счету. Дорогие друзья, напоминаю, что гость нашей сегодняшней передачи главный тренер футбольного клуба «Славия и Мозырь» Михаил Алексеевич Мартинович. И поясню, что в футболе, в чемпионате страны, в тренерском цехе нужна определенная категория. Например, чтобы возглавлять команду высшей лиги, нужна категория «Про», на которой и учился Михаил Алексеевич. Наверное, сложно было совмещать и подготовку к играм, просмотр матчей и учеба. И вообще, из чего она состоит? Что нужно было сделать, чтобы получить лицензию «Про»? И как много времени у вас это заняло? Учеба продолжалась порядка двух лет, год и восемь месяцев. Мы обучались. Понятно, это были модули, когда мы уезжали на неделю. Сказать, что сложно, достаточно сложно для тех, кто, наверное, не хочет и не знает. Когда ты горишь желанием обучаться, когда ты хочешь познавать что-то новое, наоборот, это интересно. И спасибо нашим преподавателям, которые нас обучали на этой категории. Очень интересно. И очень много тех моментов, так скажем, обучения я сейчас применяю на практике. Поэтому и оно работает, действительно работает. И это очень приятно. Михаил Алексеевич, а вот на тех же курсах какие базы, может быть, команды зарубежные произвели впечатление? И обмен опытом с коллегами – это формальность? Либо действительно можно что-то подчеркнуть? Не только у преподавателей, но и у своих коллег по тренерскому цеху. Ну, к примеру, мы ездили на стажировку во Францию в Монпелье команда. Вы знаете, чемпионат Франции входит в топ-5 лучших чемпионатов страны. Поэтому команда на тот момент занимала, по-моему, пятое место. И мы, побывав в их недельном микроцикле, венчался он уже игрой непосредственно, там, календарного тура чемпионата Франции. Мы следили каждый день, что делает команда, так скажем, мастеров высокого уровня. Опять же, общаясь при этом с тренерами команд. У нас был переводчик, который нам все рассказывал, показывал. Очень, в принципе, доступно. Сказать, что тренировочный процесс чем-то отличается, там, кардинально от наших, вот, например, где я поиграл, то есть, ну, такого не скажешь. Но уровень мастерства футболистов, да, намного выше. Опять-таки же, организация тренировочного процесса, инфраструктура вся, ну, конечно, ну, можно только позавидовать. Команда имеет шесть полей, своя база, шесть полей, восстановительный центр. То есть, это, ну, это класс, это душа радуется. И при общении с тренерами, ты действительно, ты познаешь чего-то нового. Любой человек, когда он хочет для себя взять какую-то информацию полезную, он возьмет при обучении, там, на любой категории. Если что-то не хочется, он не возьмет. Поэтому я старался впитывать все полезное, ну, которое потом применять, чтобы на практике. Дорогие друзья, через несколько секунд мы прервемся на рекламу. И напоминаю, что можно задавать вопросы, набирать телефонов на ваших экранах. Мы ждем ваших вопросов. И начиная с следующего блока мы уже будем их задавать Михаилу Алексеевичу. Ну, а пока реклама. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите передачу «Диалог» в прямом эфире главный тренер футбольного клуба «Славия Мозырь» Михаил Алексеевич Мартинович. И вот сразу первые вопросы от болельщиков. Но, Михаил Алексеевич, насколько важно, чтобы вообще эти болельщики были? И насколько их поддержка вами ощущается, когда вы видите пусть одного, хотя у «Славии Мозырьев» несколько бывает и десятков, на выезде своих поклонников придает ли это новое вдохновение, что ли? Знаете, я сам коренной мозырянин. Я прошел это как болельщик даже, когда был футбольный бум в городе. Это МПКЦ, это потом «Славия» чемпионские года. Наверное, когда была команда МПКЦ, я еще больше болельщик был. И то, что творилось на трибунах, та поддержка, которая оказывалась команде, на самом деле это не пустые слова. Команда бежит вперед при виде своих болельщиков, которые тебе аплодируют за каждое твое движение какое-то футбольное, которые где-то и пожурят, например, не заставляют себя двигаться, двигаться и двигаться. Это огромная поддержка. Поэтому это очень важно для нас. И на выездных матчах, и домашних это очень важно. Дорогие друзья, ну а теперь время перейти к нашему следующему сюжету. И это уже концовка сезона. Матч с Бобруйской Белшиной. Но, наверное, после которого и должно было решиться, будет ли «Славия Мозырь» в высшем эшелоне белорусского клубного футбола. А здесь начало первой голевой комбинации в матче, начавшейся с перехвата мяча Денисом Ковалевским, далее головой. Павел Челядко сбрасывает мяч Денису Тропашко, тот отыгрывает Максиму Слюсару, который сыграл просто блистательно гол. Гол Максима Слюсара, великолепного нападающего, который забил свой десятый гол в чемпионате и символично, что юбилейный гол получился таким важным, таким красивым. Браво Максим Слюсар, браво Славия Мозырь 1-0. И это уже была весомая заявка на победу. В таком матче гол просто не оценим. Занятно, что после забитого мяча Максим побежал к фан-сектору болельщиков команды хозяев, по всей видимости, призвав тех переживать за свою команду корректней, что ли. Мозырские болельщики, в свою очередь, не скрывали радости и настоящие овации. Удостоили любимцев, которые вышли вперед, но победный счет нужно было еще удержать. Шла только 18-ая минута матча. Хозяева поля, быть может, и не надеялись выиграть у Славии Мозырь с таким счетом, чтобы было преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей. Для этого Бруйча нам надо было забивать 5 безответных голов, но победа, как таковая, для опережения, кстати, тоже по дополнительным показателям Минского энергетика БГУ была необходима. И подопечные Георгия Петровича Кондратьева делали все для ее достижения. Честно говоря, во второй половине второго тайма Белшина могла сравнять счет. Чего стоит только этот выход 1-1. Винтрия Трулина с нашим голкипером Михаилом Барановским, но счастье или мастерство, было на стороне обороны в этом эпизоде. Счет остался прежним 0-1. Такие цифры на табло горели и в перерыве матча, когда публику услаждали артиста, а игроки отдыхали. Получая рекомендации от тренеров, после начался второй тайм, на который Славия Мозри вышла в том же составе, что она проводила тайм первый. Как водится, в такой напряженной игре случались и жесткие столкновения. Вот, например, игроки в борьбе за мяч получили небольшие травмы. И хотя после этого эпизода нашего защитника Игоря Томанюка украшал пластырь на надбровной дуге, все были в строю, и это главное. На 55-й минуте Славия Мозри вновь подарила публике голевой шедевр. Запутав соперника в атакующих кружевах, а после как бритвой разрезав оборону Белшины. Дугообразная передача сланга Глеба Шевченко. В касание мяч дальше переправил Денис Тропашко. И есть очередной восьмой по счету гол Александра Ануфриева. В нынешнем чемпионате стороны прекрасный гол и отличное взаимодействие игроков Славия и Мозри, которые вместе со своим тренерским штабом, руководством команды, болельщиками, всеми теми, кому небезразлична судьба команды из столицы Полесья, заслужили. Возвращение в высший эшелон республиканского клубного футбола. А после этого гола стало понятно – победе быть. А вместе с ней и возвращение в высшую лигу чемпионата Республики Безарусь. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите передачу «Диалог». Я ведущий передачи Евгений Монархович, а гость нашей студии Михаил Алексеевич Мартинович. Приятно, что много вопросов поступает от наших, наверное, болельщиков. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы, номер телефонов на ваших экранах. Ну а мы вернемся к нашему сюжету – матч с Белшиной. Что чувствовали, когда ехали на игру? Было ли ощущение, что вот он Рубикон, пройдем его в высшей лиге, ну а если осечка, то все может еще повернуться и не так, как нам бы хотелось? Ну, если сейчас вспоминать те ощущения, когда мы только ехали на игру, в принципе, была определенная уверенность, присутствовала, что должно сегодня все решиться, по большому счету, в их противостоянии. Но перед игрой вы знаете, что мы потеряли два центральных защитника основных, поэтому испытывали некие трудности с составом. При этом настрой на игру, я бы не сказал бы, что он был там запредельный, просто ребята мы в раздевалке давили, что это очередной рядовый матч чемпионата, который мы с успехом должны пройти, то, что мы делали уже на протяжении других туров. Ребята вышли, сделали свое дело, доказали, что мы сильнее на данный момент, поэтому ребята молодцы. Ну и вот сразу болельщик представился как Семен. Семен спрашивает, не жалко ли своих коллег-тренеров, когда вы их побеждаете вот как раз с той же Белшиной. Было понятно, что если Белшина не выполняет задачу, то тот же Георгий Петрович Кондратьев может и уже не работать с этой командой, как и получилось. Но с другой стороны, всем была памятна кубковая осечка. И что здесь больше? Желание доказать, что все-таки Славия лучше Белшины, и примешивалось ли к этому, ну, некоторое, что ли, жалость коллеги? Ну, знаете, тут не то, что жалость коллеги. Мы все делаем одно дело, у каждого есть, мы так скажем, все люди наемные, да. Поэтому труд оценивается, наверное, в футболе, в первую очередь, по результату. Да, у моего коллеги случилась такая ситуация, что он у себя ее осложнил, путь решения задачи. Руководители клуба Белшина приняли такое решение. Тут уже от нас не зависит, потому что здесь, так скажем, идет маленькая война, чемпионаты такая маленькая война, а игры – это отдельно взятые бои. Поэтому как-то так, не то, что жалко. Мы делаем свою работу просто. Вопрос очередной от болельщика Евгения Степанов. Евгения спрашивает, труд футболиста, труд тренера – это аскетический образ жизни, либо остается время на бытовые мелочи, на семью, и насколько семья помогает творчестве? Действительно ли оказывает какое-то влияние? Труд футболиста и труд тренера – это абсолютно разные вещи. Я когда играл в футбол, я практически, кроме как о тренировочном процессе, я ни о чем не задумывался. Я пришел, отренировался, выполнил работу, пошел отдыхать. Моя задача была правильно подготовиться к игре и к тренировочному процессу. Сейчас это совсем другое. Здесь, грубо говоря, день и ночь ты планируешь, ты смотришь какие-то, что получается, что не получается. Что убрать, что наоборот добавить. Поэтому, да, я живу сейчас дома, с семьей вместе, но как таковую, можно сказать, и продолжаю ее не видеть. Хотя это огромная опора, это просто, я не знаю, я бы, наверное, и не выдержал без своей семьи, без своих мамы, без своих сестер, которые меня всегда активно поддерживают на стадионе. То есть ни одной игры не пропускают, посещают выезды, матчи. То есть самая главная опора в жизни – это, конечно, семья. Вопрос от болельщицы Натальи. Наталья, ну, вопрос женский, можно его так охарактеризовать, спрашивает. Футболисты, тренеры обращают ли внимание на болельщиц, которые в большом количестве приходят на стадион юность? Ну, если вы хотите, чтобы они во время игры вам еще приветы передавали, я попрошу их об этом в следующем сезоне. А так, я думаю, что, конечно, обращают. Приятно, когда к ним подходят, берут автографы, наверное, когда кто-то с кем-то знакомится, особенно, которые у нас ребята молодые, неженатые, либо без девушек. То есть, я думаю, нашим ребятам это приятно. В этом сезоне вы столкнулись с такой, ну, может быть, не проблемой, а особенностью – лимитчики. Насколько это вас сковывало, и хорошие ли у нас молодые футболисты в команде? Знаете, абсолютно не сковывало, ну, лично меня и нашу команду. Почему? Потому что, опять-таки же, в тот сезон я провел в дублирующем составе, и у нас достаточно талантливая молодежь, с которой можно решать задачи определенного уровня, но их решать можно. То, что лимитчики должны быть в лиге, ну, я не то, что не соглашусь, да, но, опять-таки же, если футболист молодой, талантливый, оно видно даже без учета того, что он лимитчик. В любом случае, если он хороший, он хороший, ты его будешь ставить, ну, чтобы даже не навредить ни себе, и, наоборот, раскрыть потенциал молодого человека. В этом году, ну, для меня, наверное, не совсем приятно было, что когда у нас есть лимитчики в лиге, но при этом ни один из лимитчиков не вызывается в юношескую сборную, вот это было вот немножко такой для меня момент непонятный. Хотя у нас и в лиге, да, достаточно было достойных кандидатов. Если беря нашу команду, это те же, можно сказать, и Шевченко, и Кривошеев, да, и Петренко. Раз. Если брать другие команды, тот же Энергетик, Садовский, лучший бомбардир лиги, ну, только забить и даже ни разу не вызваться, я не знаю, но вот именно вот в этом нюанс. Нужны ли ли лимитчики? Я говорю, молодой футболист, он сам себе пробьет дорогу. При помощи, понятно, тренера, но это не обязательно искусственно вставлять. Вопрос от Владимира. Вы считаете ли Михаил Алексеевич себя жестким тренером? Вот тут еще такая подпись, спрашивает Владимир Отеско, то есть подчеркивает, пожалуйста. Ну, нет, жестким, наверное, нет, но, наверное, требовательный. Требовательный и где-то в первую очередь, наверное, справедливый, потому что те нюансы в тренировочном процессе, которые происходят, да, то есть это должны выполняться, так скажем, от А до Я, да, то есть, но при этом есть место импровизации. Я не повышу голос, если это без надобности будет. Ну, в этом году, слава богу, не пришлось это делать практически, я весь сезон ни разу на ребят, так скажем, серьезно не повысил голос, потому что они не дали усомниться в этом ни в тренировочном процессе, ни в играх. Вообще, Михаил Алексеевич, вот вы были футболистом, наверное, было одно отношение к игре и взаимоотношению между тренерами и игроками. Сейчас, наверное, другой взгляд, поменялся ли это как-то? И вот определенный поступок, вы его смотрите глазами тренеров, по-другому поступили в будущий игроком? Ну, да, наверное, потому что это две разные. Вроде бы одна цельность, да, футбол, тренер, игрок, но игрок и тренер, это все равно, это все разное. Ты, когда игрок, у тебя абсолютно другие мысли, у тебя абсолютно все другое. То есть, общение с тренером, оно происходит как? Оно происходит, ну, два раза в день, например, да, а то можно на тренировке вообще не пообщаться с тренером, выполнил свою работу и ушел. А игроки, это самое главное, опять-таки же, это возврат к разговору о раздевалке. Игроки вот там, вот этот коллектив изреет. Главное, чтобы было, они общались между собой. Ну вот, Михаил Алексеевич, вернемся еще раз к первым моментам. Конец сезона и после Белошины вы уже знали, что вы практически в Ишлиге. Оформили, важно ли было сохранить в графе поражения цифру ноль. Ведь, вспоминаю, дорогие друзья, что Славия Мозырь установила в этом году рекорд, который можно назвать вечным, ведь его невозможно будет побить. Можно будет только повторить ни одного поражения в чемпионате. Думали ли вы об этом, говорили между собой? Ну, наверное, я слукавлю, если скажу, что об этом не думал. Да, я, конечно, об этом думал, но слух не говорил, ни команде не наводил, ни между тренерами с собой не общались. Мы просто шли поступательно. И держа, наверное, в головах каждый держал это, но это нигде не обсуждалось, между собой мы не разговаривали. Цель была абсолютно не эта. Цель была выйти в высшую лигу и желательно с первого места. К большому сожалению, дорогие друзья, все-таки одна сечка у нас была. Нельзя назвать это поражением, ведь пропуск Белшины в четвертый финал Кубка Республики Беларусь 0-0 после основного времени. Дополнительное время тоже не принесло положительного результата или отрицательного. И лишь в серии пенальти наша команда уступила Бобруйчанам. Насколько это было поражение горькое? И почему все же оно случилось, на ваш взгляд? Я соглашусь с вами, что здесь мы не проиграли. Мы не прошли дальше, в принципе. Насколько оно горькое было, это уже осознаешь после выполнения определенных задач. На тот момент задача стояла абсолютно другая, но это не говорит о том, что мы не готовились к этой игре. Было обидно, как мы не прошли дальше. Могли иметь преимущество уже на пятой минуте, не реализованные пенальти. Даже в дополнительное время мы забили гол, который, к сожалению, судья тоже не засчитал. А пенальти – это уже лотерея, которой больше повезло Белшине. Горько на тот момент, я скажу, не совсем. Сейчас, наверное, да. Аппетит приходит во время еды. Знаете, было бы вообще-то здорово и выиграть Лигу, и пройти в кубке, как бы в четверть финала, в четвертую финала, вернее. Очередной вопрос от болельщиков. Дорогие друзья, спасибо, что сегодня упрямо засыпаете нас вопросами. Вот Геннадий Пузырьков задает вопрос, когда выиграем у гомельского локомотива. Ну, Михаил Алексеевич, когда? Ну, когда гомельский локомотив появится в высшей лиге, тогда, наверное, будем выигрывать их. Ну что ж, поясню, что с гомельским локомотивом, когда эта команда называлась «Гомель» жилло транс. Славный Мозырь пока без побед идет, но все когда-нибудь случается. Когда-нибудь, быть может, на кубковой стезе наша команда встретится с гомельчанами и одержит победу. В этой стезе вопрос, есть ли удобные или неудобные соперники. Либо это больше для болельщиков, для статистов, а каждая отдельно взятая игра – это как новая жизнь. Ну вот яркий пример – это гомельский локомотив. Насколько я знаю, на протяжении, ну, наверное, восьми игр всего встречались с ними. Может, даже больше, я точно не могу, не помню, по крайней мере. Мы ни разу не обыграли эту команду. Вот это вот и есть тот факт, что это неудобный соперник. Ну что ж, Михаил Алексеевич, вы сегодня общаетесь с нами в студии. Это очень приятно. Вы много говорите в интервью и делаете это мастерски. Общение с прессой. Как вы считаете, важно ли это для футболиста? Ведь многие молодые футболисты то ли смущаются, то ли они уже почувствовали себя большими мастерами. Это интервью отказываются. Некоторые, к сожалению, ваши коллеги на среднюю юность игнорировали пресс-конференции. Считаете ли это важным, чтобы болельщики, зрители узнали ваши мысли после матчевых комментариев, ну и тех же игроков? Ну, общение с прессой – это одна из составляющих футболок. Понятно, для кого играют футболисты. В первую очередь, это для болельщика. И поэтому болельщику очень интересно, какие мысли у футболистов, у тренеров происходят после игр. Ну, где-то можно и понять и коллег, когда после проигрышного матча не всегда есть такое, знаете, желание общаться вообще. Поэтому где-то можно понять коллег по тренерскому цеху, которые отказывались приходить на пресс-конференции. Тем более более опытных, так скажем, коллег. Что касается футболистов, да, то я не скажу, что это какая-то звездная болезнь, ну, не общение с прессой. Это, возможно, тоже стеснение в большей степени, а может где-то и какое-то суеверие. Потому что есть такое, что вот дал интервью, потом какой-то спад начинается. Такое было, в принципе, и в бытность моего, ну, когда я игроком был, в мою бытность. Так что я не считаю, что это неуважение к прессе, это где-то быстрее всего, что стеснительность и вера в суеверие какие-то. Ну и последний вопрос перед уходом на очередную рекламу от Виктории Синички. Михаил Алексеевич, не хочется ли, спрашивает Виктория Синичка, выйти на футбольное поле? И когда вы находитесь на бровке, вы играете вместе с своими игроками или какой-то другой взгляд, другой проекцией на матч? Нет, я уже не играю с игроками. Мяч находится в одной части поля, да, я смотрю уже на другую часть поля. Как там уже происходят дела, как идут перестроения, правильно ли открываются. Правильно ли страхуют. А поиграть в футбол, ну мы вот сейчас, вот у нас пауза, сейчас отпуск, да, где-то вот собираемся и коллегами, и футболистами. Вот где-то здесь себе я могу еще позволить побегать, в принципе. А так уже, в принципе, нельзя схватить, как говорится, два зайца. Надо следить за чем-то одним. Либо играть, либо тренировать. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь долгожданная реклама. Дорогие друзья, вы смотрите передачу «Диалог». С вами ее ведущий, я Евгений Монархович, гость нашей студии Михаил Алексеевич Мартинович. Ну, как думаем, будущий тренер сборной Беларуси, ведь, наверное, плох тот солдат, который не мечтается от генерала. Мечтаете ли вы о том, что когда-нибудь возглавите и сборную команду нашей страны, конечно же, на основе футбольного клуба Славия Мозырь? Нет, таких мыслей пока даже и близко не посещаю, так что давайте об этом как-нибудь попозже вернемся к этому разговору. Ну, тогда вопрос от Владимира, который спрашивает вновь, это тот же наш Владимир. Планируется ли усиление команды? Если да, то на каких позициях? И, Михаил Алексеевич, если футболисты сейчас уже, наверное, отдыхают, то вы вновь в работе. Для вас уже, наверное, начался сезон 2018-2019. Ну да, скажем так, что начался. Понятно, что работы очень много, хочется не останавливаться на достигнутом. Для того, чтобы не останавливаться на достигнутом, естественно, нам надо делать кое-какие усиления по составу. Сейчас идет работа в этом направлении, но что-то говорить, какие позиции, какие игроки могут пополнить нашу команду, еще немножко рановато, честно, потому что пока это все в процессе переговоров, по крайней мере, с командой, которая заканчивала сезон. Нам надо сделать так, чтобы костяк, по крайней мере, остался с нами. А уже точечное усиление, оно, естественно, будет происходить, но это немножко попозже уже. Дорогие друзья, Славия Мозырь не только на ниве футбола себя проявила с самой лучшей стороны. Были и акции, назовем их так, мероприятия по работе с молодежью, особой популярностью осенью пользовались посещение школ. И на эту тему сейчас наш следующий сюжет. Напомню, что наш футбольный клуб любят не только профессионалы, но и детки, многие из которых узнали о футболе именно благодаря Славии Мозырь. Уже по доброй традиции в преддверии тура чемпионата страны футбольный клуб Славия Мозырь посетил одну из средних школ нашего города. На этот раз среднюю школу номер 9. И это яркое мероприятие стало завершающим в череде подобных спортивных праздников сезона 2018 года. Детский республиканский оздоровительный центр «Сидельники», средняя школа номер 16, Козинская школа, теперь вот средняя школа номер 9 и везде, где побывала главная футбольная команда столицы Полесья, помнят и любят Славию Мозырь. С нетерпением ждут футболистов, тренеров и представителей руководства команды вновь. Да, я считаю, что 100% мы достигли того, чего хотели, когда планировали эти визиты в школу. Это в первую очередь популяризация здорового образа жизни, футбола, общение наших футболистов с детками различных возрастов. Я думаю, у нас это получилось. Мы приезжаем, нас очень тепло встречают администрация школы и сами детки. Весело проводим время, дарим подарочки, призы, общаемся. И я думаю, это стало очень полезной практикой. Викторины конкурса «Эстафеты» надо было видеть, с каким энтузиазмом футболисты и дети состязались за победу, а тренерский состав внимательно наблюдал за происходящим. Исполняя функцию жюри, их кажется, праздник получился в полной мере. Цель этих мероприятий – спортивных праздников, кажется, достигнута. Я считаю, что получилось. Сегодня, да, немножко с погодой не повезло. Мы в зале, но это не умаляет достоинства. Интересно, много детей, много зрителей. И я думаю, что и в следующем году эти встречи будут регулярными. Они приносят как пользу, как и нам, футболистам, тренерам, так и детям. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите передачу «Диалог». Я ее ведущий Евгений Монархович, а гость нашей студии – Михаил Алексеевич Мартинович. Много вопросов приходит болельщиков, за что громадное спасибо, дорогие друзья. К сожалению, в рамках одной передачи мы не сможем ответить на все интересующие вас вопросы. Однако на некоторые вполне. С кем из специалистов тренерского цеха поддерживаете дружеские отношения? К чьему совету прислушиваетесь? Из кого из тренеров в своей игровой карьере для себя? Ставите пример, пожалуйста. Ну, каждый тренер в моей игровой карьере какую-то лепту внес. Поэтому я за каждым наблюдал. Это абсолютно разные люди по характеру. Поэтому всем огромное спасибо за, так скажем, воспитание. От каждого по чуть-чуть это что-то берется. Общение. Общение происходит довольно часто. Опять-таки же, это же учеба на категорию «Про». У нас там 16 тренеров обучались. Плюс это те люди, которые стали тренерами уже тоже по окончанию своей футбольной карьеры. Со многими держу тесную связь. То есть в этом аспекте внимания у меня достаточно. Михаил Владимирович, а есть ли у вас кумиры со стороны футболистов, со стороны тренеров? Есть футболисты, игрой которых вы восхищались или восхищаетесь сейчас? И есть ли тренеры? Чье ведение футбола вам близко? Ну, наверное, есть. Но опять-таки же я не скажу, что там кумиры, либо там восхищаешься игрой. Ну, очень нравилась игра, в принципе, если брать советский, чемпионат СССР, там, либо уже России, когда и как вот играл «Спартак» в годах Романцева, когда там были и Добровольский, Карпин. Вот это вот именно команда. Вот мне очень нравилось. Отсюда и философия игры, наверное, мне больше близка по духу. Вот это вот «Спартаковский» такой футбол. Средний короткий пас, да. Поэтому, наверное, из этих и современных, ну, очень нравится, конечно, это и Барселона, и Манчестер-Сити, ну, времен Гвардиолы. То есть я бы, наверное, вот, ну, мечтал бы, по крайней мере, пообщаться с этим специалистом. Ну, и, наверное, последний на сегодня вопрос с Полевичем, дорогие друзья. Передача уж осталась менее четверти часа. Михаил Алексеевич, в следующем году спрашивает болельщик «Виктория». Высшая лига. Какую вы видите команду и место своей команды в высшем эшелоне белорусского клубного футбола? Ну, я сейчас не буду говорить, что мы там будем, знаю, бороться за самые высокие места, потому что, опять-таки же, это для меня новый опыт. Это надо прочувствовать эту лигу. Хотя я знаю ее, как бы, изнутри и следил за лигой в чемпионате. Хочется уверенно войти в этот, скажем, чемпионат, показывать своей игрой, там, то, что мы достойны находиться именно вот в этой лиге. Какое место, ну, цели задачи мы будем уже, наверное, с руководством это решать по ходу обновления команды, когда команда уже будет готова стартовать в чемпионате, поэтому что-то говорить громко, ну, не хочется, да. Потому что надо, ну, то, что хочется, чтобы не было стыдно ни городу, ни болельщикам, ни везде за нашу команду. Вот это вот, наверное, вот то, что я могу обещать. Большую роль в развитии футбола играет детская и юношеская спортивная школа и молодежный футбол. В футбольном клубе «Славия Мозырь» есть отдел молодежного футбола, есть юношеские команды. Ну, и насколько довольны ли вы тем, как развиваются здесь дела, появится вновь дубль у «Славии Мозырь»? Достаточно ли игроков? Будут ли это свои? Будут ли приглашаться другие игроки? И вопрос с тренерами дубля, наверное, еще будет только обсуждаться, так ли это? Да, клуб имеет шесть групп лицензионных групп, четыре из которых участвуют на сегодняшний момент в чемпионате Республики Беларусь среди команд высшей лиги, да. То есть здесь тоже хочется сказать слова благодарности нашему руководству, что хоть команда участвовала в первой лиге, но наша молодежь играла среди своих сверстников, но высшей лиги. Это было решение от руководителей. Здесь это, ну, большое им, так скажем, спасибо. Что касается тренерских кадров, ну, в принципе, у нас опять же происходит обучение на категории «Б», категорию «А», куда вот наши тренеры по детско-юношскому футболу выезжают, учатся, обучаются. И в связи с тем, то, что как команда демонстрировала футбол в этом году, наплыв детишек достаточно большой. Это не только город Мозырь, да, это уже и области, это их исходник нам просятся, то есть Ельска, Лельчицы, Калинковичи, то есть приезжают родители с детьми. То есть здесь очень хорошо в том плане, что строится инфраструктура, да, у нас, вы знаете, положили искусственное поле, где можно качественно подготавливать уже молодежь. В этом плане, ну, все, наверное, как движение вверх. Безусловно, без крепкого клуба невозможно построить хорошую команду. Насколько хорош клуб Славия Мозырь? Ведь болельщики знают о нем только глядя на игру команды. Довольны ли вы тем, как взаимодействуют все структуры? Чувствуете ли вы, что руководители клуба, ну, вот неформально, они болеют за футбол, они его любят и любят Славию Мозырь как команду? Ну, опять же, футбольный клуб Славия Мозырь – это клуб с традициями. Это клуб, который всегда, ну, в свое время сделал, так скажем, революцию в белорусском футболе. И без, так скажем, наших руководителей, наших бухгалтеров, да, наших, там, нянечек, тетечек, там, водителей, это вот и есть вот футбольный клуб, это наши дети, это наши все тренеры, это огромная структура, которая должна вот вместе переживать все, как взлеты и падения, все вместе, единым, там, скажем, целым. Так развивается инфраструктура, так развивается, в принципе, и клуб. И вот хорошо, что толчок есть, да, откуда брать эту энергию, питаться ей, чтобы еще выше и выше и выше. За это вот хочется сказать отдельные слова благодарности всем нашим партнерам, которые были на протяжении всего этого года с нами, не только этого года. Особенные такие слова благодарности, наверное, хочется выразить нашему генеральному партнеру, это ООО НПЗ, за то, что он не то, что футбол, а весь спорт в городе поддерживает и достаточно серьезное вливание делает во весь спорт в нашем городе. Это огромное спасибо. Здоровые дети, как говорится, здоровая нация. Да, дорогие друзья, подчеркнем, что генеральный партнер футбольного клуба «Славий Мозырь» открытое акционерное общество «Мозырский нефтепорабатывающий завод», который многое делает не только для развития футбола, но и для спорта в целом. Ну и, я думаю, вы видите эмблему этого предприятия на форуме наших футболистов. А вот сами цвета говорят, что в футбольном клубе «Славий Мозырь» красно-черный, есть у нас и белая форма. Как вообще выбирают цвета футболисты, тренеры, либо вот у вас уже есть какие-то комплекты, и вы играете в чем есть? Не, ну клубные цвета – это красно-черный, понятно, есть вторая форма, это да, белый цвет. Но домашняя форма, она изначально красно-черная. Бывают моменты, когда мы можем поменять форму, да, на белую, как и в этом сезоне, домашняя была белая. Но это уже наши маленькие секретики, давайте как-то так. В связи с этим следующий вопрос. Суеверны ли футболисты или тренеры? Есть ли какой-то ритуал? Быть может, после победы не стоит менять башмаки или прическу? Я скажу так, что, наверное, каждый человек суеверен. Ну и спортсмены в этом не исключение, ни футболисты, ни тренеры. Да, наверное, суеверный народ, и у каждого свой ритуал. Директором футбольного клуба «Славия Мозырь» является один из самых популярных в 90-е годы мозырских футболистов Андрей Григорьевич Василец. И здесь вопрос, не учит ли Андрей Григорьевич вас как тренировать, как играть? Ведь все-таки когда-то это был ваш кумир, это был футболист старшего поколения, на игры, которые вы смотрели. Ну а сегодня, вот как у вас происходит? Есть ли какие-то дебаты, споры, обмен мнениями? Третье, быстрее всего. Обмен мнениями есть. Обязательно, да, Андрей Григорьевич не случайный человек в футболе. То есть мы можем посидеть, поговорить, поспорить. Ну нет, не поспорить, но говорю, обмен мнениями, он присутствует. Где-то, если что-то правильно, ну почему не воспользоваться взглядом со стороны? То есть, ну да, довольно часто мы общаемся. Понятно, что футбол игрок команды, но все же, назовите несколько имен футболистов, без которых успех этого клуба не был бы возможен, что ли, вожаков нашей команды. Ну, я бы тогда сейчас попросил вас взять ручку, да, и листочек. Я вам назову всю свою команду. Ну, тогда в общих чертах ваших помощников, представителей тренерского штаба, ведь игроков мы всех видели на поле, ну а тренеры – это тот труд, который не видим, вроде бы глазу болельщиков, но без них не построишь хорошую игру и хорошую команду. Абсолютно с вами согласен, да, в первую очередь это Максим Николаевич Суховеев, с которым мы с детства, в принципе, мы вместе начали заниматься футболом, прошли и Мозырский путь, потом нас, говорится так, вот футбольная дорога развела, но уже как тренеры мы вместе работаем, и я считаю, достаточно успешно. Это и Артур Валерьевич Ромашов, тренер и игрок Мозырской слави, свою бытность вратарем, сейчас он отвечает за эти же, за эту же позицию, плюс научно-методические такие у них есть моментики, за которые он отвечает. Но стоит отметить Игоря Анатольевича Слисарчука, который помогал нам в первом круге, достаточно тоже квалифицированный специалист, хороший футболист, вот, к сожалению, ушел там, ну, у него свои были причины, там другая команда позвала, вот, на его место пришел Иван Игоревич Крутов, с которым я был знаком по работе со сборной, то есть это тоже очень целеустремленный человек, который знает не понаслышке, так скажем, всю интернет-составляющую, все, что можно, найдет все, что угодно, вот, хочется отметить же всех наших и врачей, массажистов, докторов, то есть, ой, администраторов, водителей, то есть, ну, все то, что делается, как я еще раз повторюсь, там, нет одного, что это кто-то один или что, это все вместе, все вместе, и вот мы все вместе, наверное, к этому успеху и пришли. Самые яркие моменты сезона 2018 года, есть ли что такое, что останется с вами навсегда, если на всю жизнь? Ну, моментов было очень много в этом сезоне, я говорю, как и ярких, так и, так скажем, не то, что там негативных, да, но таких, когда вот, ну, в том плане, когда команда играла ничью. Ну, а самое, наверное, яркое воспоминание, оно, наверное, единственное, да, пока, ну, это, конечно, когда тебя подбрасывают в воздух, так это, ну, впервые, поэтому, наверное, это останется, эти ощущения на всю жизнь, и, знаете, так вот, честно, хочется, чтобы это повторилось, и неоднократно в будущем. Вы, вне всяких сомнений, наблюдали за чемпионатом мира, увидели ли вы что-то новое, развивается ли футбол как-то иначе, чем это было раньше, и до чемпионата мира, после чемпионата мира, в чем разница между тренером Михаил Алексеевичем Мартиновичем? Нет, конечно, это большая школа, чемпионат мира, это много сборных, которые проповедуют абсолютно разные стили игры, там, системы игры, то есть это очень огромная школа, и разница, я бы не сказал, там разница до чемпионата мира и после чемпионата мира, просто что информации много не бывает, всегда что-то записываешь, всегда что-то оставляешь, где-то там копируешь, где-то пытаешься применить на практике, вот в этом, это школа, это учеба, это один из элементов учебы просто в дальнейшем. Время нашей передачи подходит к концу, осталось чуть более двух минут. Михаил Алексеевич, наверное, вы что-то хотите пожелать нашим болельщикам, людям из мира футбола, которые сейчас смотрят вас, болеют за вас? Если да, то прошу, есть возможность. Нет, конечно, хочется обратиться к нашим болельщикам, это в первую очередь слова благодарности за поддержку на протяжении всего сезона, потому что я уже говорил, что в Мозере всегда был болельщик. Команда и в первой лиге, но она больше всех с посещением. В высшей лиге практически максимальное посещение. То есть хочется, чтобы та поддержка, которую вы оказываете нам, футболистам, тренерам, чтобы она умножалась трое-кратно, четырехкратно, чтобы вернуть, я говорю, опять-таки же тот футбольный бум, который был, скажем, в 92-тысячные годы. Поэтому огромное, наверное, пожелание, просьба. Приходите на стадион, болейте за нашу команду в следующем сезоне. Это очень важно будет для нас, я думаю, что и для вас тоже. Михаил Владимирович, а верите ли вы, что состоится ренессанс музырского футбола, что мы вновь сможем положить медали в Кубок Республики Беларусь? Ну, а если не верить, так зачем тогда вообще заниматься тем делом? Конечно, верю. Я думаю, что не все сразу, конечно, строится, но я думаю, что надо возвращаться опять-таки на те позиции, которые когда-то город занимал, ну и команда, в частности, занимала в те годы, когда было все, так скажем. Я с этой целью тоже живу и работаю, чтобы поднять нашу команду на те высоты, которые она демонстрировала ранее. Ну и вопрос последний. Ваша футбольная мечта как тренера? Ну, наверное, пока нет такой мечты еще, но вот они сбываются по ходу поступления. Будем мечтать потихоньку. Счастье любит тишину, знаете, так вот будем мечтать про себя. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Дорогие друзья, с вами был Михаил Алексеевич Мартинович, главный тренер футбольного клуба «Славия Мозырь». И я, ведущий программы «Диалог» Евгений Монархович. До свидания. Любите футбол, любите спорт. Любите футбольного клуба «Славия Мозырь».